Во времена Обамы США были сильны, но президент был слабый. А сейчас у сильной страны сильный президент. Поэтому мне кажется, что сегодня Россия – не соперник США. Когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, один из известных российских журналистов написал в Твиттер, «Я безумно рад. Мне хочется прикрепить к машине звездно-полосатый флаг и кататься всю ночь. Вот как Россия и президент Путин приветствовали президента Трампа. Ранее Владимир Путин работал в КГБ. Когда он служил в Восточной Германии, рухнула Берлинская стена. Также Путин является ярым ненавистником революции. Когда по России прокатилась волна антиправительственных демонстраций, российский лидер начал подозревать Хилари Клинтон, которая тогда была государственным секретарем США. В том, что она при помощи американского ведомства подстрекала толпу. Поражение Хилари Клинтон, гражданки США, которую больше всех ненавидит в России, на выборах принесло большую радость. Одновременно Россия сочла Трампа идеальным кандидатом. Дело в том, что он делал много приятных для Путина заявлений. Главный враг США минус исламское государство. Для того, чтобы сражаться с ИК, необходимо сотрудничать с Россией. Также следует ослабить антироссийские санкции. Тем не менее, если проанализировать историю отношений между Россией и США, то можно обнаружить много схожих аспектов. Особенно это характерно для последних трех американских президентов. Все они сначала пытались исправить отношения с Россией. Президент Обама называл это перезагрузкой. Тем не менее, Россия обязательно создает какие-нибудь проблемы. В результате в двусторонних отношениях начинается застой. Это повторяется каждый раз, когда в Америке сменяется президент. Я предполагал, что то же самое будет и при Трампе. Сейчас Путин стал похож на генерального секретаря СССР Леонида Брежнева, не так ли? Путин находится у власти уже около 20 лет. В обществе наблюдается застой. Кадры утекают за границу. Поэтому власть пытается отвлечь внимание россиян от внутренней ситуации за счет внешней угрозы. Все эти аспекты совпадают. В свое время Брежнев вторгся в Афганистан. В свою очередь, президент Путин действует по двум направлениям – Украина и Сирия. Президент Рональд Риган взял Брежнева за горло при помощи проекта «Звездных войн». Поскольку президент Трамп знает о деяниях Ригана, я предполагаю, что он тоже придумает какой-нибудь ход в отношении России. Во времена Обамы США были сильны, но президент был слабый. А сейчас у сильной страны сильный президент. Поэтому мне кажется, что сегодня Россия – не соперник США. «ХТТП.С-24ТВ.А-У-БЛОК-МЕДИА-ТАК-5427-УТН-ПОДЧЕРКИВАНИЕ СОУРЧИРАВНО СЕОЧУ».